Более тысячи человек осуждены за участие в январских событиях. 94-х освободили от ответственности по амнистии. Сроки сократили 991 участнику беспорядков. На брифинге в Генеральной прокуратуре рассказали подробности о пытках, возврате земель и активов из-за рубежа. Даля Насипова продолжит тему. Основное количество преступлений, по которым судили участников январских событий, кражи и похищения оружия. Из 1249 человек реальные сроки получили 160. Остальным назначили более мягкое наказание. Полторы тысячи человек попали под амнистию. Первый заместитель Генерального прокурора отметил, что в результате беспорядков погибли 238 человек. Но оглашать подробности их смерти отказался. 238 человек погибли. Из них 19 это сотрудники правоохранительных органов и военнослужащих. Не всем родственникам, не всех погибших понравится, если обстоятельства, при которых их близкие погибли, при каких обстоятельствах, им не всем будет приятно, если это мы будем все публично доводить. Генпрокуратура занимается и возвратом земель. На сегодняшний день в госсобственность вернули полтора миллиона гектаров. Только в Акмолинск, Алматинск и Североказахстанской областях свои наделы получили 11 тысяч пайщиков. Сокращается дефицит общественных пастбищ. Возвращают сотрудники надзорного органа не только земли, но и активы, вывезенные за рубеж. За 6 месяцев текущего года удалось вернуть государству имущество на 631 миллиард тенге. Из них 421 миллиард тенге был возмещен в порядке возмещения ущерба по уголовным делам, из которых 314 миллиардов тенге возмещены в денежном эквиваленте и 107 миллиардов тенге около 230 миллионов долларов в США в виде драгоценных камней и металлов. Затронули на брифинге и вопросы по работе ТЭЦ в Ридере и Кибастузе. Ответственных в авариях лиц пока устанавливают. Представители Генпрокуратуры отмечают, что наказание понесут не только те, кто непосредственно допустил аварии, но и люди, которые подписывали документы о готовности к отопительному сезону. Далее Насипова Дания Румар, телеканал Алматы, Астана.